Всем привет, с вами Готик, а с вами Сократ. Будущее уже наступило, полгода назад вышел открытый бета-тест, а я узнал об этом только вчера ночи, и то случайно. Открытый бета-тест GOG Galaxy 2.0. Что это такое, с чем его едят, сегодня мы об этом с вами поговорим. Погнали! Для тех, кто не в курсе, расскажу вкратце, а для тех, кто уже знает, что это такое, покажу дополнительные функции. Значит, смотрите, что такое GOG Galaxy. От создателей Ведьмака и Саберпанка 2077, компании CD Projekt Red, у них есть свой лаунчер GOG, все его знают, там продавались раньше старые кайфовые игры типа Героев третьих и так далее, так далее. Скидки вот на вот олдскульные игры. Ну и в принципе и современные игры тоже продавались. Они запустили в закрытую бету GOG Galaxy 2.0. Что это такое? Это лаунчер для лаунчеров с объединением всех ваших лаунчеров, библиотек, достижений, игр, чатов, друзей, все под одну крышу, так сказать. На данный момент, если мы зайдем сюда, в настройки, мы можем с вами увидеть, что есть на данный момент интеграция с Epic Games Store, с Origin, Steam и Uplay. Это пока что. Впоследствии планируется, безусловно, это Blizzard, то бишь Battle.net, беседка, Rockstar и все остальные тоже подтянутся. Ну, PlayStation тоже, собственно, есть. Что это нам дает? Как вы сейчас видите, в библиотеке у меня установлено 130, точнее в библиотеке у меня имеется 130 абсолютно разных игр. Но вот в GOG Galaxy у меня, допустим, 3 игры. В Epic у меня, вот, как бы, тоже тут 7 игр. В Origin пару-тройку игр, в Steam все, весь остальной мой контент и в Uplay, собственно, тоже есть свои игрулечки. Я могу с абсолютно любого, с абсолютно любого места, так сказать, отсюда запустить ту игру, которая мне необходима, не открывая лаунчер. Но, тут, кстати, в настройках можно сделать так, чтобы после того, как вы его открыли, запустили игру, все равно для открытия игры нужно будет запустить собственный лаунчер. То есть вы запускаете, условно, дивизию, после чего открывается Uplay, запускается дивизия и можно поставить здесь галочку, и тогда Uplay закроется после запуска игры. Можно интегрировать ваши собственные теги, упоминания, которые вы делали, допустим, в Steam. Я вот расставил у себя в Steam по тегам игры, и мы увидим, что они здесь тоже перекочевали. Собственные личные оценки. Вы оцениваете игру, и ваши друзья могут это потом проследить, какую оценку вы поставили и за что. Но, платформа. Вот здесь вот, что делать, если у вас одна игра на двух платформах? Ну, допустим, возьмем, к примеру, Fallout 7 6. Он у вас есть и в беседке, и есть, собственно, в Steam. Также, допустим, у вас может быть и RDR, и там, и там. У вас здесь в платформе будут указаны два значка, и вы сможете выбирать, а какую платформу вы, собственно, хотите подгрузить. Если вы хотите подгрузить Steam, будет подгружаться Steam и также будет закрываться. Самое, что интересно, у вас получается, что у вас единый профиль сразу на все игры, на все достижения, сразу общее количество суммарных часов вообще во всех лаунчерах за последнее время и так далее. А по месяцам также есть понятие, какие игры и когда вы добавляли по итогу. Ну, вот, допустим, что делать, если мы хотим с вами поиграть, допустим, в Assassin's Creed Original. Мы в него заходим, видим, что можно его установить и где он находится на данный момент, на какой платформе. И у нас, исходя из того, что игра не установлена, нет никакой активности, исходя из того, что у меня ограниченное количество людей, которые пользуются Go Galaxy, я не смогу просмотреть их активность. Но вот если мы, к примеру, возьмем там Гвинт тот же самый, мы можем видеть, как будет выглядеть эта лента. То есть, кто когда играл, какие ачивки когда получил, последний заход, общее количество часов, процент по прохождению. И, соответственно, справа у нас с вами вот тут есть люди, которые у вас на данный момент в онлайне в Go Galaxy, люди, которые на данный момент в онлайне в Steam, ваши друзья, а ваши друзья на данный момент в онлайне в Uplay и так далее. С каждым из них вы можете, если они активировали свою учетную запись, вы можете общаться с ним в едином общем чате. То есть, вы установили Go Galaxy и на какой бы платформе, вот у вас нету игры в Steam, но есть игра в Uplay, допустим, Дивизия 2, или Go Street.com, или там еще что-то, неважно. Вы с чата Go Galaxy можете общаться друг с другом, а человек сидит просто в Uplay. Прикольно? Прикольно. Отлично? Отлично. Все такие функции, которые на данный момент основные, то есть, это стабильная бета, из нее не выкидывает, игра очень быстро подгружается. Вообще, в этом плане CDPR сделали вообще все четенько. То есть, вот я захожу в Mountain Blade, у меня он пишет, что это избранная моя, потому что в Steam у меня он лежит в избранном, и тут показана моя активность. То есть, я установил Go Galaxy, обновил его вчера, но у меня он уже синтегрировал. Я вижу общее количество часов в Steam. Если у вас будет еще какая-то, какой-то лаунчер, в котором вы еще дополнительно играли, у вас здесь будет еще время указано, последняя игра заход, и, соответственно, среди друзей. Ну, исходя из того, что у Go Galaxy среди моих друзей мало кто установил. Ну, пока что на данный момент, поэтому я и запускаю этот ролик-челлендж. Я хочу, чтобы мы, ребята с вами, вместе с вами поддержали CDPR за то, что они делали Ведьмака, за то, что они сделали Cyberpunk, и поддержать их магазин не покупками. Это абсолютно бесплатный лаунчер, а установкой и активным его использованием, чтобы впоследствии нам добавили те механизмы, которые нам необходимы. Потому что Epic своей агрессивной политикой, мне не нравится Steam со своей зажравшейся политикой, мне не нравится Rockstar, беседка, Battle.net, Original, как лаунчеры. Вообще бесполезно, они нафиг мне не нужны, там ненормальные статистики, ничего, короче. Вы все это прекрасно знаете. Если вам нравится ваша статистика, вы ачивка дрочер, вы следите за вашими друзьями, вы хотите иметь все игры в одной библиотеке GOG Galaxy 2.0 для вас, вы можете скачать ее абсолютно бесплатно со ссылок в описании. Это очень важно, расскажите всем вашим друзьям о том, что это есть такое приложение, обязательно его ставьте, после чего попробуем запустить его в глобальном моменте, потому что я не понял, а почему я, собственно, про него и не знал. Задавайте ваши вопросы, что здесь, как, почем и почему, и мы будем, безусловно, мы будем решать эту проблему вместе. Вот как вы сейчас видите, Rainbow Six в Steam избранный. У меня стоит шутер, T-Man 48, у него только в U-Play, а у меня в U-Play и в Steam она есть, а у него куплено только в U-Play. Он отыграл 48 минут, я отыграл 288 часов, и последняя моя игра была месяц назад. Собственно, вот так вот это и будет выглядеть. Лаунчер для лаунчеров. Будущее наступило, с вами была Готик и Сократ, ставим лайки, подписываемся на канал.